привет друзья снова с вами я василий рябов я также на кухне но сегодня у меня без рецепта я решил ввести новую рубрику вы все любите смотреть как я ем так ведь подумал может быть просто снимать как я ем это конечно шутка но тем не менее в общем смотрите я решил делать обзор на пиццерии например вот все любят пиццу и я в москве живу и у вас наверняка в городах очень много пиццерий всяко разных очень много брендов очень много больших и маленьких пиццерий но какая вкуснее какая выгоднее давайте будем разбираться прежде конечно чем начать хочу сказать большое спасибо вам за то что вы смотрите мои видео лайкайте ставите комментарии делитесь социальных сетях это очень сильно мне помогает развивать канал и мотивирует снимать еще больше видео для вас поэтому вы большие молодцы большое спасибо итак смотрите значит я зашел в google набрал доставка пиццы выбрал самые так сказать на мой взгляд популярные пиццерии это получилось папа джонс додо пиццы доминос пицца еще было пицца хат но как выяснилось позже они не доставляют на мой элитный юго-запад сюда поэтому это провал мне кажется по поводу пиццы хата ребят задумайтесь кто там если вдруг смотрит обязательно сделать доставку по юго-западу здесь очень много людей которые хотят есть пиццы возможно же ваш вот итак смотрите я выбрал для того чтобы сравнение были более-менее корректными да я решил везде заказать одну и пиццу одно и то же название пиццы это будет четыре сыра 30 сантиметров диаметров и на тонком тести посмотрим уже вот я сейчас делаю заказ одновременно посмотрим за сколько придет курьеры понятно что это будет совсем нерелевантно потому что раз это же ко мне какие ближе расположены пиццерии наверняка такие ближай быстрее приедут но тем не менее возможные и нет в общем посмотрим как справиться со своей задачей доставщики и дальше уже будем смотреть за сколько не доставили а потом перейдем собственно что они нам привезли будем рассматривать поехали и так друзья пицца начинает подъезжать первая пицца кстати я вот записал сейчас я чтобы не забыть вам все скажу и так первая у нас приехала пицца дода пицца время доставки 40 минут 40 минут они везли они находятся от меня два километра и 2 и 6 километров меня 40 минут доставочка заняла пожалуйста вот она пришла в таким виде вот такая пицца с чеками какими-то магнитиками попозже посмотрим еще чем-то вот такая вот пицца окей это была первая так сказать вторая пицца у нас была из доминос да да доминос они от меня находится в два раза ближе чем дода пицца 14 километра но ехали они 47 минут на 7 минут больше вот так это выглядит вот такая вот пицца ну и папа джонс как вы думаете прошло уже час пятнадцать и они еще не приехали представляете час пятнадцать можно с голоду сдохнуть нафиг ладно давайте пока начнем с этого возможно подъедет уж чуть делать итак одна пицца кстати доминос прекрасная пицца только чек не дали никакой вообще вот то что прислали коробочка все там есть пицца чека нет здесь есть чек здесь есть какие-то какие-то штуки узнай меня изнутри коллекционный стикер и салфетка боже мой еще и магнитик на холодильник вообще ну и акции всяко разные тут мне на подарили так как это будет сейчас бы смотреть как это выглядит оторвем ненужное так мы убираем пока это не давайте сразу посмотрим что это что положили нам да да пицца салфеточка действительно зубочистки и вот такой стикер все больше ничего нет ну тоже приятно на самом деле да ты покушал вытер руки там поковырялся в зубах и все отлично но эти то вообще даже чек не дали вообще я в шоке итак смотрим сравниваем их вот так это выглядит видите какие здесь криво порезанная пицца смотрите какая там кусками если видите какой маленький а здесь какой большой ну как бы а чё бы нет да для людей же все таки все так ну что давайте смирим меняя специальная рулеточка как пас мы и посмотрим сколько тридцать один сантиметр тридцать один при заведенных тридцати было 30 31 а здесь 32 видите даже больше чем обещали но тем не менее дальше что у нас смотрите почти все пиццерии перестали делать муку и вот они используют такую штуку это крупник называется это такая типа манки то есть это пшеница из твердых сортов почти все так делать давайте смотреть на принципе тепленькая но не такая тепленькая как хотелось хотя еще минут 10 ждал в надежде что папа джонс приедет 15 но не приехал давайте будем пробовать смотрите это более прожарено это нет опять же таки додо пицца ради интереса что в ней находится давайте посмотрим в додо пиццы у нас в этой пиццы находится так 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 смотрим смотрим 4 сыра 4 40 где она у нас моцарелла смесь сыров чеддер пармезан сыр дарблю и сливочный соус ну неплохо хотя от вижу тут и какие-то как будто бы помидорка немножко помазанные зелень есть давай пробовать тоненькое тесто сыр чувствуется вполне неплохо цельновато с голодухи отлично но не самая лучшая пицца которую я в жизни если честно кстати сколько она стоила стоила она 445 рублей на нет за большую большая 30 сантиметров тонкое тесто 695 рублей 695 рублей окей давайте посмотрим на эту пиццу доминос доминос уже потолще тесто ребят скажу вам сразу же она так отрывается конечно не тянется ничего на она уже подостыла доминос давайте посмотрим что что в нем находится сколько она стоит так доминос соус карбонара сыр моцарелла сыр пармезан сыр рокфорти сыр чеддер тертый стоимость такой пиццы кстати пицца должна быть 28 сантиметров она больше видите как уже 799 рублей она дороже чем эта пицца ну посмотрим насколько это будет вкусно менее солоноватый вкус та более соленая ну и сыров здесь я тоже особо не чувствую прям так вот прям насыщенность он сырный да неплохо более жирновато насыщенность супер может сыр и какие-нибудь так дают такое сочетание но вполне ничего но это повкуснее это повкуснее и подороже в общем ну что давайте пока подождем нашего папа джонс я сейчас позвоню и спрошу хотя бы что за фигня потому что уже сколько час двадцать но совсем не дело ребят они находятся кстати от меня все скажу папа джонсон находится от меня 36 километров до дольше чем все остальные но блин 40 минут 47 и уже через 20 их еще и нет в общем ждем давайте ну что ребят прошло полтора часа почти час 35 в общем смотрите какая ситуация с папа джонсом вообще сначала я очень трудно не смог заказать на сайте оплатить не смог доставку никак то есть не оплачивалось ничего при не приходил контрольная код на sms я решил им позвонить туда позвонил там авто ответчик не сказал что заказ можно сделать либо же через сайт либо же установив приложение больше никак вообще в общем борода ладно я поставил приложение и все-таки заказал и вот мы с вами прям вы видели что час 30 никого не было я решил все-таки дозвониться до службы поддержки узнать где же мой заказ в приложении там было видно что курьер где-то едет он все ехал ехал а потом я увидел что он уже во дворе у меня думаю ну все сейчас уже доставят и тут знаете какая ерунда приключается статус заказа меняется на доставлено и курьер уезжает все в общем я пока дозвонился до этой пиццерии узнал с какой пиццерии везут пиццерия 5000 02 в общем это та которая находится на коньково в общем я звонил туда там трубку просто бросали все идет переадресация туда переходит на их пиццерию идет играет музыка и потом трубку бросает в общем раза с пятого я дозвонился поднял трубку хамоватый мужчина сказал что типа так нервно что подождите свой заказ я ему все объяснил он сказал ничего страшного курьер все-таки когда-нибудь к вам придет извините заказов много у нас тут пробки ребят три километра ехать полдевятого вечера ну да какие пробки это какая-то ерунда вообще полнейшая проблема с оплатой обязательно надо поставить приложение везли час сорок какая-то потом тогда неразбериха с доставленным заказом в общем полный капец все-таки ее доставили и доставили через час сорок пять доставили эту пиццу пришел мужик отдал ее мне вот она к нам доехала и мы ее будем обозревать естественно на холодное естественно она просто холодная потому что она ко мне ехала час сорок пять папа джонс вам надо просто прекращать работать в нашем городе потому что такое отношение с траперской но никак не может быть и такое неуважение абсолютно клиенту найти там типа жди свой заказ ничего страшного хотя пицца выглядит неплохо смотрите как хорошо с перчиком даже вот перчик положили халапешку халапенье ну давайте попробуем эту холодную пиццу теперь что делать также померим ее опять же таки 30 сантиметров она должна быть да она 32 сантиметра все вопросов тут нет все-таки давайте попробуем ну она холодная конкретно она настолько холодная что вот оторвался кусок я не смог оторвать кусочек возможно она вкусная даже вкус есть но холодная пицца вы сами понимаете холодная пицца сейчас скажу сколько она стоила и что в ней должно было быть 4 сыра 30 сантиметров тонкая стоила семьсот девятнадцать рублей ребят семьсот девятнадцать рублей и в ней моцарелла мягкий молодой сыр сыр с голубой пилесенью риджанитто фирменный томатный соус и орегано ну вполне вкусно только холодно ну и дизреспект конечно за такую доставку за такой сервис что сказать вот все наши пиццы если конечно с голоду хотите умереть то вот ваш выбор по панжос самая быстрая пицца до до пицца но она и слабенькая по вкусовым ощущениям доминос мне кажется здесь прям победила конкретно поэтому ребят я рекомендую доминос она реально сырная вкусная хорошая хороший сервис такие дела ешьте вкусно заказывайте в проверенных местах и не заказывать его пока пока ну и Субтитры создавал DimaTorzok